Как многие из нас думают, если я не пройду через трудности, потеряю лишь часть награды. Нет, мои братья и сестры, если вы не будете действовать в этом месяце, если вы не будете стремиться в этом месяце, как это требуется от вас, результатом может стать гнев Аллаха. Результатом может стать падение проклятия Мухаммада, саллаху алейху ассалям, на вас. О братья и сестры, Аллах не нуждается в вас. Аллах не нуждается в твоем посте, не нуждается в твоем таравихе, не нуждается в твоем покаянии в этом месяце. О люди, вы нуждаетесь в Аллахе. Аллах богатейший. Если Аллах, Субханава Тааля, решит, Он сделает нас всех историей. И Аллах, Субханава Тааля, пошлет новые расы, новые поколения. Это очень легко для Аллаха. Но Аллах самый милосердный. Как чудесна эта милость, рахма Аллаха. Для рабов, которых Он создал, Он поддерживает, Он дает им богатство, здоровье, семьи, все, что мы имеем от Аллаха, Субханава Тааля. И Аллах, Субханава Тааля, несмотря на наши грехи, несмотря на нашу небрежность, недостаток поклонения, недостаток покаяния, недостаток чтения Корана, каждый год Аллах, Субханава Тааля, порождает этот промежуток времени. Время, о котором Он объявил, устами Его Пророка, салаллаху алейхиусалям. Пророк, салаллаху алейхиусалям, сказал, Наступил Рамадан. Рамадан начался. В этот месяц открыты двери рая и закрыты двери ада. И привязаны будут шайтаны, основные из них. И сказано будет, о желающий блага, устремляйся, спеши, беги, иди вперед. О желающий зла, остановись. Остановись сейчас. Сегодня, мои братья и сестры, мы должны спросить себя, сколько мы сделали за этот месяц? Что мы делаем в этот месяц? Какие намерения я имел для этого месяца? Что за планы у меня в этот месяц? Чем я собираюсь заслужить милость от Аллаха, Субханава Тааля? Большинство уммы Мухаммада, салаллаху алейхиусалям, в наше время, они видят этот месяц как возможность получения прощения. Возможность получения милосердия. И возможность возвысить степень перед Аллахом, Субханава Тааля? И я согласен со всем этим. Истинно, это месяц прощения, это месяц милосердия. Каждое обязательное дело в этом месяце, Аллах, Субханава Тааля, умножает в некоторых источниках до 70 раз. Каждое сумно, сделанное тобой, за каждое рекомендуемое дело в исламе, что ты сделал дополнительно, Аллах, Субханава Тааля, дает тебе награду от умноженного дела. Аллах, Субханава Тааля, каждую ночь Рамадана, 29 или 30 ночей, Аллах, Субханава Тааля, освобождает от адского огня. Я повторю, освобождает от адского огня. Пожалуйста, ради Аллаха, подумайте пару секунд над этими словами. Освобождает от адского огня. Представьте, в какую-то ночь Рамадана, в какой-то день Рамадана, ты поднимаешь свои руки в дуа. Ты просишь Аллаха, Субханава Тааля, прощения. И Аллах, Субханава Тааля, принимает твое дуа. Принимает тебя, как мусульманина. И прикажет адскому огню не касаться этого мусульманина. И Аллах, Субханава Тааля, принимает твое дуа, принимает тебя как мусульм, и декрессит, что огня не будет не касаться этого мусульма.